Я пытаюсь со всеми, наверное, разговаривать как-то по-другому, на другом уровне уже, на уровне глубины пытаюсь разговаривать, и это воспринимается очень сильно по-разному, иногда как излишняя навязчивость, я уже себя в этом тоже подозреваю, потом, или как будто я пристаю там каким-то, ну то есть не воспринимается так, может это дело, ну тоже думал уже как во мне дело, или я как-то не так подхожу, не так. Настенька, приобрести вопросы, я уже начну, и у меня уже в руках. Хорошо, как делать, как выходить на уровень близкого общения так, чтобы это не воспринималось как нападение, как нападение и как навязчивость излишняя? Смотри, ты открыла в себе кайф от близкого общения, ты наркоманка, наркотик такой в принципе умеренный и не вызывает особого привыкания, ну немножко вызывает, как всякий наркотик, но особо не вызывает. Так вот, значит здесь вот в чем дело, если я сфокусирован на кайфе близкого общения и вот такой как бы глубины, мне нужно понимать, сколько глубины способен вынести и сколько глубины востребовано в моем собеседнике, вот и все. Понимаете, ну вот, например, если вы приходите в аквапарк, то там написано, что в джакузи, например, или в бассейн дети допускаются только с родителями. Представляете, если мама захочет ребенком на глубину, он потонет там. Понимаете, иногда я замечал, что моя глубина какая-то в общении, это я просто ныряю в свой собственный транс и люди сидят в гипнозе. Вон Ванечка кивнул, он понимает, о чем Ванечка. Глубина – это вещь постепенная. И вкус этого состояния, и запрос на него у людей разный. Даже в рамках терапии. Вот мы с тобой сидели, помнишь это видео, нырнули на глубину. Но мы были готовы, и ты была готова, я был готов. Мы были заинтересованы. Но если человек обычный, и ему нужно решить практические вопросы. Ну, зачем? То есть, получается, я о себе в этот момент думаю, а не о том, нужно ли это человеку. Ну да, тебе просто в кайф по глубине общаться. Вот и все. Мне вчера позвонил человек, с которым мы не виделись года полтора. И мы по глубине, знаешь, сколько прообщались? Три с половиной часа. По глубине. И все таки, и про то, и про это. Время пролетело незаметно. А он еще из другого часового пояса говорит, вот мы с тобой говорим, а у меня рассвет. По глубине остановиться невозможно. Ну, есть, ты понимаешь, вот самое сложное, когда вот тебе хочется с человеком, а тебя не хотят. Вот это вот самый большой попадос. А тебя не хотят. Понятно, в этом надо. И это воспринимается как навязчивость потом. Да, да, да. Да. Вот, поэтому здесь и даже воспринимается, как что-то и надо. Сейчас он опять будет лезть с этими вопросами. Блин, оно вообще нормально или нет? Какая-то странная. Понимаете, то есть, понимаете, на глубине мы необычные, мы странные. Мы там, может быть, эльфы, бабочки или вот эти единороги с радужным флагом на спине. На глубине. Вот смотрите, вот возьмите вот тест на глубину. Я посмотрел тут последний концертик крайний в Черногории Бориса Гребенщикова. Там новые песни, старые песни. Вот возьмите текст этих песен и представьте, что какой-то человек с вами разговаривает. На поглубине это мир образа, мир метафор. Он немножко граничит с психиатрией, важно не перепутать. Он немножко волшебен, шизофазичен, магичен. Понимаете? И быть понятым в моем волшебном сказочном мире, это значит спалиться, что у меня там что-то есть, кроме моей социальной личности, которая живет, зарабатывает деньги и так далее, что у меня душа есть. Но люди в большинстве своем боятся быть обнаруженными, что у них есть душа. И если с кем-то эта глубина случилась, то эти люди могут вашими там, как называется, там, близнецовое пламя или что-то такое, там, родные души. Ну, там можно об этом, но тянуть не надо туда никого. То есть, если у человека эта штука есть, то угадают, найдут, выведут. А так я вообще в большинстве случаев прикидываюсь нормально. Но в этой глубине, где есть волшебное, божественное безумие, то есть без ума, сплошное сердце, только там есть ответы. На все эти вопросы, типа, зачем я живу, а вот что такое любовь там, а почему там, то есть, только там есть эти ответы. Поэтому мы открыты, мы глубиной облучаем, ну, глубину, как теплым светом, облучаем, но не обжигаем. Вот в чем дело. Нельзя глубиной обжигать, нельзя туда тянуть. Нужно просто как бы светить. Вот у тебя, представь себе, внутри на уровне сердечного центра свет, и ты светишь. Ну, разговариваешь, как психолог. Иногда, раз ты проговорилась, и что-то такое от души ляпнуло, ну, то есть, как-то так вот сказала. Знаете, вы мне напоминаете большого обиженного медведя. Причем даже не медведицу, а медведя. Смотришь на реакцию, то есть, что-то из них выскочило. Вот, я недавно сказку написала про большого медведя, которого в детстве обидели. И в мире было такое изобилие меда, но он всегда проходил мимо, думая, что ему не хватит. И дожидался, когда все разбирали. Ну, что-то такое раз и сказал, ну, ты это умеешь, через ворота ты водишь прекрасно людей. Ну, просто очень дозированно. Потому что если ты встретишься с человеком, который защищен ментальными конструкциями, и выдашь что-то очень тонкое, глубокое, эти штуки могут полететь в тебя, и тебе придется потом останавливаться. Да, я поняла, поняла о чем. Будто хитрость какую-то небольшую уметь просто все-таки. Кроме открытости еще и хитрость. Даже не хитрость, а чуйку. Кажется, чуйку и мудрость, потому что мудрость – это благоразумное использование знаний. Знания – это энциклопедия. А мудрость – это когда, каким афоризмом начать и какой фразой закончить. Спасибо большое, я получила. Я очень рада вас видеть. Взаимно.